о происхождении мысли о работе нашего мозга роли озарения есть еще некоторое состояние нашего ума которая не укладывается таскать в обычное понимание мышление это нечто это можно назвать озарением вот кришнамутки говорит что любой процесс мышления то что связано таскать нашим мышлением он происходит во времени он говорит что мысли от всегда время если мы начинаем мысль то вот этот процесс мышления обработка какой-то там таскать ситуацию и имеет во времени протяженность согласно да это всегда некая временная протяженность мысль есть время вот у него есть такая таскать такое определение что мысль действительно протекает во времени там какие-то биогемические процессы что-то там таскать обрабатывается то есть это всегда определенный зазор между реальностью и тобою всегда так мысль работает во время и вот любое движение мысли неразрывно связано с временем можно видеть говорит кришнамутки как политической религиозной психологической сферы мысль создала мир ужасающих противоречий разобщение рассудок который сам является результатом этой путаницы старается потом установить порядок таком же беспорядке то есть мысль фрагментарная мысль которая в общем то есть выпадение из реальности потому что реальность это бог это нечто что настоит над нами это реальное бытие как только начинаем мыслить мы из этого реального времени здесь и сейчас выпадает а посему мы не видим опять процесс в целом так вот сама мысль она говорит он создала столько ужасающих противоречий разобщений и сам же рассудок наш сама же мысль потом то что она сумела нагородить и наворотить искать пытается исправлять теми же негодными средствами вся наша жизнь если мы с вами обратимся ну себе обратимся таскать но через себя к тому что происходит в мире это совершение ошибок постоянное то поскольку мысль фрагментарно не может видеть целого и всегда на ошибочно всегда как бы мы с вами не решали какую-то проблему она всегда будет либо не до решена до конца либо вообще убедена куда-то в сторону так вот сам процесс создание этих противоречий происходит в уме и потом мы тем же самым умом начинаем эти противоречия распутывать то вся человеческая жизнь состоит только из того что создаются противоречий потом теми же негодным средствами пытается из противоречия разрешить человек и отсюда вот это катастрофическое кармическое что навязывание все новых и новых узлов если раньше это не было заметно поскольку время было ну как бы растянуто смотрите сейчас насколько спрессовано время вот все человеческие внутри человеческие поливить социальные они очень-очень быстро вот таким снежным комом нарастают и разрешить их невозможно потому что решается не попытка решить теми же средствами которыми они создавались вот сейчас на этой украине вот глупый да вот сколько глупостей в течение но где-то полутора месяца просто наблюдаю сколько очевидных вещей очевидных вещей которые можно было очевидно очень просто так сказать разрешить если бы к тому было не то что не политическая воля видение проблема в целом то проблема в целом не видится и поэтому каждый новый этап решения якобы проблемы через полдня вызывает совершенно абсурдное отступление и вновь попытка так сказать что-то исправить но уже все более и более углубляют тот же простой очевидный кризис почему он произошел когда делят деньги когда делят деньги когда делят и те кто будет финансировать власти когда то что суммы переходят как бы из одной категории политической в другую тогда возникает вот запуск первоначальный то есть проблема в корне видится откуда это берется да а все остальное вот слепое поведение слепое поведение вот те кто пытается каким-то образом вернуть статус-кво вернуть и уже невозможно вот у нас в жизни так бывает мы хотим хочу как было что было вот как бы надо хочу социалист хочу там чего-то то есть попытки все человеческого ума вернуть вот туда откуда началась эта ситуация оттуда уже бесполезно туда никогда не вернешься вот вся глупость человеческого мышления это вот вернуть вот туда а туда уже не буду то есть смотрите новые реалии вот из этих новых реалий надо строить мир а у нас вот новые реалии они всегда почему-то тянут назад вот новый видеть не хотим то что реалии изменились уже вернуть ничего нельзя вот так у нас работает он совершает массу ошибок и пытается исправлять эти ошибки теми же негодными средствами какими он наделал эти ошибки каждый человек своей жизни если он будет более-менее разбираться в сложной ситуации которая попадал естественно вот то же самое ведь последний совершил что-то вот достаточно крупная потом пытается это исправить а исправление тоже идет таскать не на уровне опять средствами негодными вот все проблемы они просто как снежный клон начинают нарастать это вот не случайно когда мы говорим о духовном рождении когда мы говорим рождение психического существа что вот тот психологический снежный ком вот этой нашей кармической обусловной деятельности в один момент превращается в ничто вот этот вот мыльный пузырь проблем с актом духовного рождения он просто лопается и мы начинаем существование совершенно свободный от психологического груза прошлого вот до тех пор пока этот мыльный пузырь не лопнет не лопнет сам естественно в один момент он лопается вот этот вот на ворот проблем на ворот проблем он будет все время все время таска человека затягивать вот вот это вот воронку совершенно безвыходно смотрите сколько ужасов происходит в уме человек который попадает сложные ситуации особенно если он работает в сфере когда но большие штатки что делаются где-то но жизненно важные там финансово важны там вообще конец вот у кого попроще там но она и проблем попроще ему проще освободиться у того у кого проблема посложнее на его взгляд которому сложно отрешиться вот от того что он имеет каким-то образом действительно в положении возникает казалось бы безвыход но казалось бы опять надо понять откуда берется вся эта чепуха под наш ум вот как он работает вот мне ум напоминает детскую игру игру в кубике знаете вот такая примитивная игра была в кубике когда картиночки складываются такие то на при советской власти часто и другие игры уже да вот эти кубики они куда-то ушли вот когда 8 картиночек можно сложить из этих кубиков если их там правильно составлять там животные сказок всякие картиночки вот мы ум он исчерпаем в общем вот мы сложили эти 8 картиночка потом что потом мы абракадабру можем складывать до абстрактной картиночки какие-то но они уже не будут гармоничные они уже не будут искать представлять чего-то целого и вот ум наш исчерпаем и вот все то что ты сказать в нашем уме хранится в памяти в нашей она всегда исчерпаем а это нечто еще можно что-то правильное составить но потом это правильно она исчерпаем какие-то есть правильные вещи без словно в уме до выстраданные зафиксированная но ситуация это в жизни меняется динамика идет ум он ограничен своих средствах и по сути мы начинаем путаться иначе вот эти картинки делать абракадабру какую-то складывать уже до счета гармоничного ученые это делают художники это дело то рисует абракадабру да когда в гармонии перестает существовать он отчета выдумать до эпатаж какой-то глупости воду вот начинаем фрагментировать все такая крайняя фрагментация разламываем до предела целостные вещи то есть вот то что происходит в науке что происходит в живописи в музыке разбивается целостные вещи разбиваются на осколки а что внутри внутри пустота тоже как ребенок ломает игрушку хочет посмотреть что там внутри а там ничего нет его человеческий ум а начинает фрагментировать он до того . дофрагментировать что вообще все расколол ну мелкие дребезги в любой тискать сфере то есть самым медицине там под микроскопом в тем что самым в том же самом художественном творчестве музыкальном так называемым все рассыпал все разбили то есть процессы интеграции правильного так сказать вот видение целого сейчас сложно чего-то ожидать сфере ума это практически невозможно сейчас вот наша задача с вами начать работать в том направлении чтобы в общем собраться уже в целостность то есть перестать фрагментировать до той степени что мы себя то не узнаем мы в общем то перестаем существовать мы живем в каких-то осколках памяти мы живем в каких-то глупостях постоянно постоянно в осколке какие-то всплывает создает проблему целое уплывает и самое главное целое смысл человеческого предназначения жизни человеческой это вообще куда-то ушло его нет вот такие мелкие сиюминутные жизненно важные в кавычках проблемы заполонили нашу мы не можем вернуться к целостности мы никак не можем вот войти вот состояние понимание и осознание целостности собственные вообще окружающего мира вот такая иллюзия удивительная иллюзия какая-то магия койт колдовство вот человечество допутали все какими-то вот такими липкими путами нас а проблема где возникает в уме вот вот будет нет место другого где проблема существует начинает существовать и давит нас вот своим существованием вот нас все время кришномодки возвращает ищите там корень изучайте познавайте себя почему вы такие именно там создается и как ее превзойти от проблем остановить ум дать возможность таскать в виде целое а виде целое значит пребывать в реальности давать грязь наш пребывать в бойки пребывать боги значит контактировать с нисходящей силой которая способна нас изменить и возвращаться к собственным истокам то есть к началу и концу альфа и омега причинам от интересное утверждение есть блестящим его обозначил он говорит о том что наблюдающие есть наблюдаем или мыслящие есть мысль вот наблюдающие есть наблюдаемые вообще это определение она может касаться либо двух аспектов нашей жизни мы можем использовать эту формулу наблюдающие есть наблюдаемые на начальном этапе работы на пути сознательной эволюции и можем финально к этому прийти что такое наблюдающие есть наблюдаемые когда нет зазора между наблюдающим и реальным миром когда мысль не возникает но в то же время вот эту формулу можно использовать в качестве вспомогательной в работе на пути сознательной эволюции как вот наблюдающие есть наблюдаем мы выделяем наблюдателя у нас есть интересная на первых парах таскать работа когда мы выделяем спокойную в себе наблюдающую часть ума и пытаемся видеть себя в разных ситуациях как бы со стороны то есть не вмешиваться эмоционально не пытаться таскать умом проблему решать обидеть как бы высвечивать себя со стороны вот наблюдающие есть наблюдаем если вы прекрасно наблюдаете за собой если у вас в наблюдатель выделиться то увидели что вы в общем то в какой ситуации оказались жадными учета там не хотите кому-то давать хотя бы мы могли бы дать наверно да и нужно было бы дать но вот вы говорите а чего я буду ему давать вот вот час у меня нет вот дал бы ему завтра вчера оба дала вот сегодня вот оправдываться начинаемся а кишна моте говорит но не надо если вы видите что в себе жадность только да я жадный если вы боитесь через когда я боюсь я трус вот наблюдающие есть наблюдаемые если у вас что-то ваш ну так признайте себе вот как покаяние своеобразное что вы боитесь что вы жадны что вы гневливой не надо себя оправдывать вот такое развенчание себя наблюдающие есть наблюдание наблюдаемые это метод работы это позволяет человеку в общем-то скрывать себе масса вот таких гнойников и выдергивать много за нос и каждом искать видением и развенчиваем себя видим себя в неприглядном свете вы все даете возможность ослабевать вас вот этим вот неприятным вещам они постепенно 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 высвечиваемые вами в реальном моменте времени здесь сейчас выжигаются буквально вот той силой которая при искать им таскать видение и наблюдающие есть наблюдаемые начинает вас ослабевать вы становитесь уже но будем говорить не жадным но и нещедрым вот как у нас бывает да вот а я жадный ты буду щедро вот начну там все раздавать вот я это самое нетрусливый я смелый буду всем бить мод да буду с пистолетом ходить там заниматься конфу там шоу всех бить вот 5 у нас вот те кто агрессивное вот эти вот выбираются разные вещи они как правило побаиваются да что кто-то их там может значит надо как-то в противоположное себя качество воспитывать это на самом деле это страх который наоборот наоборот он в агрессивности выражается человек спокойной и ровной он каждый конкретной ситуации наверно найдет решение когда ситуация возникнет не будет к ней готовиться там в течение всей жизни каком шалильском монастыре чтобы когда-то при случае какой-нибудь бандюгу лет 80 когда ему будет чтобы тот уже не встал вот какие детские вот у нас есть представления мужестве а смелость там это все как будет идет откуда ты с древности современное общество но в общество общество такое которое наверно требует духовной защиты защиты которая не в агрессии дни воспитания каких-то вот боевых искусств сейчас его величество пистолетом вот командует уже это не тогда когда раньше в средние века твоего мастерства что-то зависит мастерство еще не зависит сейчас от взрыва там динамита пластида там вот ну понятно да нет другой и поэтому вот эти вот детские игрушки суперменов они сейчас не проходят связь так другие должны быть игрушки серьезные игрушки которые позволяют нам в конце концов меняться меняться и тогда вы будете находиться под духовной защитой под мощным энергетическим что ли колпаком у той силы который не дозволит и не даст возможности к ситуации то и возникнуть которые вы будете всю жизнь готовиться там изучайте боевые искусства совершенно другие вот приоритеты совершенно другие взаимодействия совершенно другие тонкие связи сейчас должны как бы в этом мире выстраиваться совершенно другие абсолютно другие мы все в дедовскими методами в дубине там еще так чему-то возвращаемся опять-таки не то вот нет другой уже нет другой совершенно иные подходы и иные вещи должны сейчас . качестве необходимых не то что приоритетных они просто необходимо совершенно другой подход так вот что интересно еще наблюдающий есть наблюдаем опять если мы возвращаемся к этому это когда нет разделение между мыслящим и мыслью то есть в конце концов человек в конце концов человек у которой восстанавливается ум в том то сказать варианте останавливаются что он не вмешивается то что он видит тогда человек ясно видит все искать он и есть вот то что он видит он становится другим человеком он насквозь видит этого человека он становится животным с которым он общается он становится предметом или ситуации в которой он оказался если когда он становится этой ситуации то он способен эту ситуацию но досконально ощущать чувствуете понимаете разделение барьер ума снимаю когда он снимает 100 человек способен видеть все других людей в ситуации взаимодействие взаимодействию с людьми то есть он по сути становится настоящим психологом если говорить о какой-то психологии да вот он видит все то есть вот эти вот все тонкие нити взаимодействие в любой ситуации для него становится уже таскать откровенно открытыми и поэтому повлиять вот на эту ситуацию он способен совершенно свободно абсолютно таскать не готовясь к ней абсолютно так и не проигрывает какие-то роли то есть каждая конкретная ситуация спонтанно оказавшись ней видит из нее выход вот когда мы говорим а что же делать а вот как там вот напал бандит вот занес нож там сходит с рукой вот будет ситуация будет и решение никогда не надо готовить готовых решений это все из области таскать нашей умственной недостаточности да когда мы им умственно недостаточно мы готовим миллион решений для разговора с человеком который не хочет нас там слушать как его болванить как его обмануть вот нам это не надо нам не надо никого обманывать нам не надо никого оболванить нам просто надо быть в когда мы в реальность тогда в общем то и все карты в руки если мы будем использовать вот то что мы имеем по назначению их корыстных там цели то наверно по назначению смысле таскать эволюционные работы да то тогда наверное в нашей жизни произойдут совершенно кардинальные изменения по многим направлением нашей деятельности себе не хотите экономической там еще какой я не знаю то есть вот если что-то правильно делать и делать это правильно действительно сообразно с высшим замыслом вот это вся человеческая жизнь выстраивать совершенно по-другому вроде бы и усилий никаких ты не прилагаешь чтобы ее изменить и она меняется в нужном направлении том направлении кто не повредит тебе душе прежде всего не повредит и когда тебе уже ничто повредить не способна то можете распоряжаться свободной какими-то и материальными ценности не говорю то сказать сразу разными вещами которые до этого не могли быть тебе и даны поскольку ты вообще-то не способен был бы именно распорядиться так как следовало до неведей очень интересная вещь происходит со временем так вот мысль всегда есть время вот это его утверждение действительно замечательно и по сути лишь намутки утверждают что только при условии исчезновения времени психологического исчезновения времени которые является появляется когда мы обрабатываем мысль человеческое сознание притает способность напрямую контактировать с реальностью напрямую контактировать с богом как хотите то есть по сути исчезновение психологического времени это и есть вот то что приводит нас в состоянии контакта с этой высшей реальностью с благодатью к веках хотите называйте это любым словом по сути когда исчезает мысль то как человек начинает мыслить когда исчезает та самая мысль которая всегда фрагментирована который всегда таскать объединяет существование который приходит к нам из памяти который является продуктом нашего это ведь любая мысль от продукт нашего эго кишнаму ты замечательно сказал что такое его человеческое это стереотипные воззрения человек который хранятся в памяти вот они из память извлекает нет памяти нет это вот исчезает память психологический груз памяти его человек постепенно постепенно отпадает перестает существовать так вот что интересно если ум встает на место то человек начинает мыслить как спонтанно он начинает мыслить озарениями он не вымучивает мысль он не прибегает к логике у него не возникает проблем с рождением чего-то это приходит в конкретной ситуации мгновенно в качестве озарения раз вспыхнуло все то есть мысль уже есть действия не мысль которая думается потом ты сказать дается импульс к действию а уже мысль непосредственно является ну как бы в реализации нет зазора думаешь проблему думаешь как действовать выбираешь вариант нет непосредственно мысль является действием то есть мысль мысль продолжает твоя рука там нога или твое тело или твой голос или хоть твое действие то есть мысль сразу реализуется в действии от мышление озарениями вот такими импульсами спонтанное мышление это результат то есть так вот совершенно новой формы отношения человека с реальностью реальность обрабатывается мгновенно когда она целиком воспринимается и непосредственно верное нужное действие в нужный момент совершается совершенно другая вещь это не мысль приводит искать действия озарение то есть то спонтанное сверхсознательное что в человеке заложено потенциально потенциально заложены в неких ситуациях в экстремальных он способен это реализовать наша задача с вами в нормальной жизни не только в экстремальных ситуациях не то что научиться а на тот уровень подняться взаимодействию с реальностью когда это будет в общем-то действительно абсолютно правильно и безошибочно в любой ситуации реализовывать озарение не из процесса мышления появляется это не результат мышления а непосредственно из истины из последствий из этой самой вот реальности которые можно назвать богом психологическое время должно включаться только тогда когда необходимо выразить или что-то сформулировать это бывает даже в речи ты в общем так все равно пребываешь в реальности все больше и больше . твое сознание начинает функционировать в реальном моменте времени вне всякого зазора между реальностью и тобою кришнамуты как-то заметил он очень интересный человек в общем его можно назвать наверно неграмотным что ли с точки зрения общечеловечески он заметил как-то я совсем не читаю не читаю книг по вопросам религии философии или психологии достаточно самому проникнуть внутрь себя и найдешь там все он назвал себя счастливым человеком потому что не утруждал себя чтением вот этих нудных талмудов по разным вопросам религии психологии и философии где разные точки зрения меня всегда умиляет когда начинаешь читать вот я сейчас читаю богословские книги да вот книга святом духе что это такое как и называется пневматологии вот они там такие тома мощные и вот там начинает а вот такой это сказал так а духе а вот этот думал что он так вот дух действует а вот этот сказал так вот кто же из них правильно авто то не знает потому что он его не стяжает он сам не понимаете вот они сравнивают играют жонглирует манипулирует ну скукотища но найдешь там вот мне интересует может там две строчки но вот я 200 страниц эти вот но еще знаете вот писать он увлечен этим вот у него полемик это сказал так вот василий великий по этому поводу сказал так они великий там пётр сказал вот так а вот тот который жил там в седьмом веке до нашей эры вот он раньше говорил еще о том что сказал тот девятом веке нашей эры и вот как начинается вот это словоблодие боже мой но стяжайте этот дух и проблем то не будет не надо о нем философствовать вся проблема что никто его стяжать не хочет а вот опять ум он будет говорить он будет постоянно так сказать пытаться определить что такое святой дух как он действует каким образом он проявляется как не обмануться в его действиях хотя все уже дано для того чтобы просто стяжать и работать с ним чтобы он в тебе работал нет вот надо писать многотомные книги по этому полу это вообще ужасно если мы не понимаем что это ужасно то это очень плохо если нам смешно или мы понимаем что это ужасно значит надо начинать действительно серьезную работу что бед погряз частности и раздувать тиска частность не видит целого или мелкие частности репутациях раздуть до целого это все ужасно во все книги в основном сегодня таскать который касается проблем разных философских проблем проблем богословия это неимоверное раздувание вот того чего не существует все в природе просто нет этого нет вот найти насколько ум способен создать проблему из ничего создать целую теорию раздуть ее до целого и куда мне с этой теории то идти вы простите меня я могу их нахвататься в миллион разный автор он каждый по-своему видит эту проблему что мне с ней делать бедному страдающему изнывающим а там болеющим и стареющим умирающим у всего боящим что я с этой книгой то делать буду милые мои сжечь ее и все вот меня интересует что надо делать чтобы я перестал быть тем кем я есть то я есть сейчас вот тот несчастные бедные вот это меня интересует а не тот что сказал там тот великий таком-то веке и что он очень хорошо перекликается с другим великим из другого века не нужно мне этого не нужно поэтому все должно быть ясно понятно поэтому великий кришнамут и чем он велик тем что он создал психологию человека на 80 страницах ее написал вот книги с самой свободы от известного вот больше там ничего нет вот весь человек вот раздет вот там и вот все это многотомия которые пишут ученые с массой ссылок там на разных авторов вот он без ссылок на каких-либо авторов сам вот из истины взял и передал все вот без всякого эго без всяких предвзято без всяких сравнений с кем-то без всякой полемики с кем-то проверьте получается вот каждый читающий видит себя вот в том что он там пишет то что он говорит он каждый способен себя увидеть нормальный человек если он относится к себе критически и пытается действительно себя если это он видит все то на сам берет так вот в этом он просто потрясающе на берег вот здесь вот я импититов я не могу даже привести он для меня наиболее близок смысле вот той точности полноты и абсолютно без всякой воды какая там вода там такая выжимка там так все отжато у него то но где-то но на восьмиде станицу где-нибудь видны психологии человека обычный учебник психологии это там 300 страниц там с комментариями с использованной литературы и ничего не поймешь там ничего не поймешь голову сломаешь экзамен можно ждать по шпаргалки но понять что либо там это просто невозможно вот я занимаюсь этой психологии пресловутые 30 с лишним лет в авиации я там вот в официальной это ничего не пойму я не могу там понять я может дурак такой ну правду кое-что понимаю откуда это взялось но чтобы это практически имела какой-то смысл я не вижу это абсолютно мертвой это абсолютно мертвый груз не работающий вот наша задача когда мы будем пути сознательной эволюции чтобы работала вот нам мы должны включиться вот в этот процесс чтобы это было руководством действиями они разговором не философии не выбором всю жизнь я выбираю это лучше там игрушна модки предлагает очень простой метод вот что он предлагает он предлагает просто изменить собственного сознания путем исследования его функционирование то есть видеть как она работает не убегать из ума видеть все что происходит у тебя в уме то есть если мы говорим когда мы рассматривали с вами практику интегрального пути сознательного листа мы начинаем исследования ума это как бы начало потом активной медитации у нас там идет до бдительность сознания то он будет начните с исследованию ума и на этом и закончите не надо вам больше ничего делать не надо не молиться не надо там не медитация никаких если вы будете видеть что происходит в вашем уме вы будете в реальном времени находиться здесь сейчас значит это и есть самая эффективная активная медитация не выпадать из реального времени если вы с течением времени способны будете способны будете видеть все происходящее то есть быть предельно бдительными вот больше ничего делать вам не надо то есть все остальное прикладывать то что вас начинает работать от сила она начинает вас трансформировать а начинает сама размывать мысли она начинает сама джекльна и сказать уводить вас вот вводить вас спонтанной медитации здесь сейчас у постоянно здесь сейчас здесь здесь сейчас здесь сейчас если вы видите все что происходит и мысли куда-то девается понимаете куда-то они вот из осаждающих вас до сели куда-то рассасывать а куда ни рассосу cancelled никуда ни не рассос Teot поток не дает им возникает вас поток как возникает идёт и мысли не lord войти не способна себя проявить не способна стать паразитом который вы подпитывали долгое время на перестает существовать как паразитирующие энергетической формации и нигде у гнездится поток этот мощный и размывает он не дает ей себя проявить то есть возьба вы начинаете с наблюдения ну определенные прикладывать какие-то боевых усилий и бдительностью хотели а потом почему то это все исчезает исчезает уже и не требуется особо вашего внимания вы просто всегда видите все ваши происходящие то есть вы никогда из реальность уже не вот такой хитрый хитрая вещь это постоянно наблюдения особенно на первых этапов за процессом собственного мышления вот интересно он говорит чрезвычайно интересно наблюдать процесс собственного мышления просто наблюдать как ты мыслишь откуда берет начало это реакции которые мы называем мышление очевидно из памяти мы видим как мысль поддерживать и продлевает удовольствие испытанные нами вчера и как мысль продлевает противоположность удовольствия которое является страхом и страданий смотрите из мысли мы можем то сказать и из вчерашнего дня удовольствия какие-то до извлечь и вот там купаемся как был вчера хорошо это там действует назад с любимым или не с любимым вот или поднул сами понимаете да как эта ситуация и пошла маниловщина вот там такие светлые радужные воспоминания нормально потом но неизбежно после этого если вы в удовольствие пребывали но это удовольствие ушло до то что вас противоположные возникает реакции обязательно поскольку мысли это такая вещь которая если кашнул что на получение удовольствия пусть виртуального удовольствия она обязательно воссейдет состояние ну страдания состоянии противоположной удовольствии вот так она ну вот она как маятник качается вы сможете понаблюдать этот действительно так вот тот кто мыслит отделяет удовольствие от страдания он говорит но на самом деле удовольствие от страдания отделить нельзя это витальная реакция человек который пытается мыслить как позитивно что-то такое . вспоминать позитивно обязательно опять таскать впадет состояние в общем-то прострации или депрессии вот факт вот от этого никуда не делюсь он не видит говорит конечно мод и что в самом требовании удовольствия таится страдание и страх мысль человеческих отношений всегда содержит требование удовольствия которое она прикрывает разными словами такими как верность помощь жертва поддержка служения вот создаются организации да вот помощи там бедном помощи голодающим вот у меня всегда вопрос возникал а если не будет голодающим только надо изобретать тогда вы если честно то тот кто рвется вот помогать он будет не знаю что ему делать должны быть голодающие давайте сделаем голодающих я буду им помогать вот настолько да эта мысль то человек хочет проявить себя проявить его надо чтобы были страдаются чтобы были несчастны чтобы он мог быть при деле вот такая вот есть так сказать очень интересная в человеке неосознаваемой им эгоистической тенденции проявить себя чтобы делали мы если все в мире было нормально не было бы голодающих я буду отнюк куда пчак сядет не знаю это вот другой другой работа то есть по сути мысль изворачивается говорит кришна мути потому что она может выдумывать все что угодно и видеть вещи которых вообще на свете не существует вас помните когда мы какой-то сложной ситуации столько на придумываем этих самых негативных исходов там вариантов их вообще не существует и никогда не будет и мы умело это делаем и живем и верим что это так вот уже там и плоды пожинаем расстраиваемся и там трагедии возникает на самом деле эта игра простая игра мысль мысль играет с вами вытягивая из вас огромное количество энергии огромное количество эмоций поддерживается виртуальной ситуации которые нет в реальности и быть не может вот мысль опять мысль она мысль может поделать самые необычные трюки и потому на нее нельзя полагаться но если вы поняли всю структуру мышления как вы мыслите почему вы мыслите какими словами пользуетесь как вы ведете себя в повседневной жизни как вы разговариваете с людьми как вы к ним относитесь как вы ходите как вы едите если вы осознали все это тогда ваш ум уже не ведет вас заблуждение тогда ничто не сможет вас обмануть тогда ум не требует не подчиняет он становится необычайно спокойным гибким чувствительным пребывающим до дней с собой в этом состоянии ничто не может вас обмануть он опять говорит не создавайте в уме никаких картин и иллюзий тогда вы увидите целое если увидите целое то никакой проблемы для вас существовать не будет то что он всегда хватает частности он всегда пребывает частность ум никогда не видит целого успокоить его будете видеть все и проблемы никакой в жизни все существовать просто не будет опять здесь сейчас опять в реальном времени то что мы с вами добиваемся другими способами опять вернуться в реальность все время быть в реальность может после духовного рождения сам бог велел из этой реальности не выпадает до духовного рождения существует искать методы способы держаться в этой реальности и мы все будем чаще и чаще пребывать ней ну со временем пока в нас не установится действительно спонтанное состояние медитативное здесь сейчас когда действительно спонтанное молитвное состояние масло становится вот до этого мы должны имея бдительность возвращаться в реальность как можно чаще выпали вернулись опять поймали себя на том что ум увел нас далеко опять проблемы там возникли поймали себя на этом раз вернулись опять в реальность то есть как можно чаще ловить себя когда мы попадаем из реальность когда ум создает проблем когда мы увлеклись вот некоторые говорит вот опять меня увлекает а вы видите да вижу ну чё же проще если увидели вернитесь в реальность все как можно чаще возвращать в реальность не давайте уму уносить вас вот в эти вот самые виртуальные мир и как можно чаще возвращать в реальность вот на первых этапах работа на пути сознательного лица это основная форма не давать выскальзывать в эти умственные мир и создаваемые умом вот те ловушки которые мы расставляем больше не требуется ничего в общем поначалу пойдет сила будет работать она наведет порядок но как можно чаще ловить себя на том чтобы ускользает из реальности выходит если человек хочет увидеть что-либо очень ясно его ум должен быть очень спокоен без этих всяких предвзятых мнений без болтовни без диалога без представлении образов все это должно быть отброшено ради того чтобы видеть и только в тишине вы можете наблюдать как рождается мысль только тогда вы полностью спокойно спокойно всем вашим существом тогда если вы зададите вопрос как возникает мысли вы начнете видеть что она возникает из тишины как мысль обретает форму если вы осознали как возникла мысль то нет необходимости и контролировать мы тратим очень много времени настощаем очень много энергии в течение всей нашей жизни пытаясь контролировать наши мышцы мысли то есть контроль за мыслью это бесполезное занятие вот видеть как она рождается видите и в зачатке в реальном времени значит ее растворить она растворяется в зачатке тогда а если контролировать мыслить позитивно конец это на всю жизнь можно потратить это будет все но в негодным средством то есть вот вы будете пытаться бороться с мыслями пытаться бороться с этими неприятностями психологическими негодными средств всю жизнь будете тратить на эту борьбу сюжет а здесь в течение какого-то времени достигнуть состоянием пребывания в реальности вы отбрасывайте всякий метод он уже не нужен уже не будете выпадать из этой реальности вы уже не будете терроризируемыми мыслями насколько совершенно иные устанавливается приоритеты на тонком плане по другому всем меняется все абсолютно до наоборот то что вас вызывало так сказать вот эту тиранию мысли это просто перестает существовать без ваших усилий этого просто нет никакой метод уже не существует то есть со временем отбрасывается все таскать методические вещь их просто нет а конечно модки вообще метода не предлагает он просто говорит смотрите что у вас в уме происходит и тогда все проблемы в общем-то исчезают естественным образом без всякой борьбы без всяких усилий с вашей стороны и по сути и по сути ну никакой траты энергии там действительно нам не требуется то есть метод это говорит кришна модки полное опустошение ума содержимое мать результат времени она результат тысяч переживаний огромного накопления знаний и воспоминаний он так отягощен прошлом потому что все его знание есть прошлое а память и результат накопления тысячи переживаний и все это уже известно может ли ум являющийся как сознательном так и бессознательном полностью опустошить себя прошлое в этом и есть все движение медитации если ум осознает себя без всякого выбора видят целиком свои движения может ли это осознание чистим от известно ведь если есть хоть какой-либо остаток прошлого ум не может быть чисто невинным таким образом медитация это полное опустошение ума я бы сказал психологическое опустошение ума то есть психологический груз который постоянно нашему месту существует он в конце концов перестает существовать от не знаю что у вас памяти не будет никакой на прошлое просто это будет память индифферентная она не будет ни в коей мере той памятью которая создает вас иллюзии создает какие-то виртуальные миры заставлять вас страдать там получать удовольствие это будут нечто кем вы были вчера это было то что в общем то не будет какую сторону то есть 5 менять ваш статус какой-то эмоциональный не горести не доставлять вам не будет не той самой радости спазматической который когда-то вы испытывали этих воспоминаний это будет просто нечто что на новом этапе вашей жизни психологически никак не будет к вам относиться и на вся проблема в том что мы всегда к чему-то как-то относится что всегда какое-то психологическое давление в любом дескать направлении пытается выдавить из нас какие-то эмоции какие-то определенные реакции ответные так вот наше прошлое уже но не будет его же нет вот мы как-то с вами да вот его просто нет и вот та самая иллюзия удивительные когда прошлое которое нет она нас постоянно постоянно напоминает о себе и заставляет жить в нем его нет его нет вот избавиться от иллюзии что прошлого больше нет не просто тебя убежать прошлого нет прошлого нет а вот просто перестает существовать и вот тогда совершенно открывается новые перспективы на будущее на то самое будущее которое есть сегодня есть реальный момент здесь сейчас будущего тоже нет честно говоря но если мы будем в прошлом то будущего того будущего которое сможет вас изменить его не будет никогда никогда не будет это будет тоже прошлое которое будет перекроено в будущее какими-то нашими с вами или зонами мыши у нас не будет чистого прошлого нового прошлого это всегда будет вернее нового будущего у нас всегда будет будущее которое скроено из с теми же ошибками с теми же проблемами с тем же наворотом вот этого там к событий сейчас в ускоренном течение времени это вообще очень быстро и быстро приводит неприятности на всех правда на таких хотите смотрите отсекается просто и только тогда реальность начинает возобладать только тогда строится будущее вся проблема в том что мы постоянно постоянно живем в прошлом будущего нет моего не знаю но существование в прошлом это проблема нашего ума каком хотите про либо что-то вспоминаем либо пытаемся завтрашний день построить таскать по принципу улучшенного прошлого все это бесполезно вот освобождение от прошлого в целом это и есть в общем свобода от известного которым горит лишь на мать это как раз новый этап работы психологический человеческий ум находящийся в состоянии когда нет более не усилий не желаний это истинно религиозным что такое желание мы думаем что вот желание это вот то без чего нельзя существовать того что такое желание мы часто понимаем под желанием то витальное чувство которое доставляло нам удовольствие смотрите если мы боимся потерять то что удовольствие доставлял нам вот такое но витальное удовольствие мы это не потеряем честно говоря это все то что составляла витальное какие-то таскать отдельные желания на все будет как бы накрыто вот той самой мощной глубинной благостью в которой вот это вот мелочь которой боясь пути она тоже найдет свое место она никуда не денется просто она будет совершенно качественно иным глубинным если мы боимся потерять питальную любовь то извините мы теряем то что есть ненависть мы откроем совершенно иное чувство любви которая конкретному человеку даже не вообще то есть что будто абстрактному который ни в какое сравнение не идет с тем что мы боялись потерять того когда твоя как же я вот это потеряю вот это совершенно фантастическая вещь вот все казалось бы наши витальные чувства они на качественно иной уровень переходят они глобальные они глубинные и не спазматические не травмируют нас не несут за собой страданий несут за собой тискать какие-то негативные вещи когда мы их в этой жизни безусловно всегда теряем вот в той жизни в обычной а то что вы приобретаете уже потерять невозможно и вот здесь кришна мод тегает совершенно блестящие слабо вот в таком состоянии ума вы можете прийти к тому что называется истиной или реальностью блаженством богом красотой любовью как хотите называйте это состояние то есть это то что выбирает себя вот это здесь и сейчас вот то божественное что можно назвать ну как хотите кому как нравится это все синонимы бог красота любовь истина блаженство ну как хотите назовите вот это состояние нового выбирает себе все о чем идет речь и по сути начиная работать вот потому методы который рекомендует кришна модки человек сразу начинают реализацию ну четырех этап в пути сознательной эволюции параллельно и подходит именно как-то духовного рождения совершенно незаметно незаметно почему потому что самого себя наблюдение за работой ума это как бы то что дает возможность уже если вы выбираете этот путь и наблюдаете сделать выбор открыться этой силе это сила раскрывает ваши энергетические центры она же выводит вас ваш индивидуальное состояние пространство над головой то есть вот то что мы называем нирваны она же эта сила в дальнейшем устанавливается с вами такой стойкий контакт мощным широким потоком готовит вас как-то духовного рождения то есть сама духовного рождения из-под вы как бы незаметно готовится абсолютно таскать вами даже неосознаваемо вы этапом к этим даже не привязывайтесь наблюдайте за работаем и наблюдаете 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 вроде бы ничего не делаете но делаете все как бы параллельно сразу четыре этапа пути у вас реализуется параллельной реализации это очень интересная вещь и хотелось бы закончить сегодняшнюю беседу кришна модки его слова если человек не меняется коренным образом внося в себя существенные изменения непосредством бога непосредством молитв все это примитивно незрело он разрушает себя я бы не сказал что если искренне молитва это незрело тот мы сейчас не будем сказать говорить о разных вариантах работы вот он говорит о том что человек в общем то если готов и способен остаться один на один с реальностью он может это сделать он может открыть то что называется богом сам собственными таскать не то что усилиями собственным вниманием собственными таскать внутренними резервами установить связь с этой силой и дать возможность ей полностью проявить так вот если он этого не делает он разрушает себя сейчас возможно психологические революции сейчас они через тысячу лет человечество прошло путь в тысячелетия и мы по-прежнему варвары потому если мы не изменимся мы как были в варвары сейчас так и останемся в варварами тысячелетия спустя если не остановить войну сегодня придется отправиться на нее завтра вот почему будущее в настоящем то есть он возвращает нас в реальность он не загоняет нас прошлое он не пытается нам преподнести иллюзонное будущее он говорит что нет прошлого нет будущего есть нечто что рождается здесь и сейчас и вот наша задача пребывая в реальном времени быть в этом реальном времени и только тогда здесь сейчас мы сможем изменить не завтра и послезавтра а сейчас только сейчас возврат в реальное время это самая большая беда человечества что человек с обретением ума с обретением мышления он стал то искать жить десинхронизированных режимов психического времени он стал жить либо в прошлом вспоминает либо в улезонном будущем но так и не удосужившись вернуться в настоящее вся работа на пути сознательной эволюции каким бы способом мы с вами не пытались работу реализовать это возврат в реальное время тут и молитва тут и активная медитация все должно быть в реальности будем в реальном времени установим контакт с этой силы проблемы все в общем способны разрешится вот такой оригинальный способ он предлагает вот это все замечательная вещь потому что без реальности чем бы мы с вами не занимались без пребывания в реальном времени мы ничего достичь не сможем возвращает нашу реальность слава богу если мы понимаем что это слава богу если мы понимаем что мы постоянно если ничего не делай ribca на плане постоянно из этой реальности выпадает Вот это надпание. Вот он нас в эту реальность всеми средствами пытается вернуть. Ну ладно, тогда, наверное, все.